Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о колясочке, которой очень-очень не хватало в ассортименте магазина First Buggy. Это колясочка для путешествий. Вот в первую очередь она идеально для этого подходит для летнего времени года, ну для теплого, без снега, времени года, времен года. И соответственно обычно это колясочки под подобного рода, но с ощутимо меньшими колесиками и с полиуретаном. Сегодня же вашему вниманию хочу представить Leclerc компанию Influence XL моделька называется. Это колясочка, которую даже можно катать зимой и при этом, при всем, она остается вот такой вот компактной, аккуратной, небольшой и также подходящей для путешествий, как и другие, но с более внедорожными характеристиками. Как по мне прям вот офигенный баланс такой прям и выглядит даже она как-то такой уже полноценный. Вот. Leclerc вообще, друзья, это Нидерланды, их в двух словах технической характеристики назову вам. Цвет, который вы сейчас видите, он называется Army Green. Если что, вот на сайте будете смотреть, чтобы вы понимали, как он, что это вообще за цвет. Гарантию производитель дает один год, вес с сиденьем у нас 8 килограмм, не легкая коляска, не 5 килограмм, друзья. Но то, что она вам даст, можно простить ей, эти несчастные 8 килограмм. Вот. Наклон спинки у нас 125-170, с трех месяцев можно использовать до 4-5 лет приблизительно эту коляску. Ширина колесной базы 51 сантиметр. Вы везде заедете, никаких ограничений не будет. И вес, который она выдерживает ребенка, 22 килограмма, друзья. Так что сверху вниз начнем ее с вами изучать. Так, что у нас в комплектации? Сумка транспортировочная, чехол будет еще идти в комплекте. Ну и чудесный подстаканник, который не нужно докупать отдельно. У него для него есть специальное свое родное местечко, не нужно ничего колхозить. Свой оригинальный комплектный подстаканник всегда смотрится аккуратнее. Так, смотрите, друзья. Смело могу отнести этот бренд в премиум сегмент. Потому что он сделан очень качественно. Здесь очень классные материалы. Классная, приятная, подорогая на ощупь эко-кожа на ручке. С хорошей, красивой двойной прострочечкой. Коричневая, с бежевой ниточкой. Все как полагается. Сделано все классно. Толщина ручки очень хорошая. Ну подстаканник я уже вам говорил. Он, соответственно, тоже здесь на ручку крепится. Ткани, вот такая ткань, как показывает практика, очень долго служит и не теряет товарный вид. Классная, тактильно приятная ткань. С ней вопросов нет. Открываем козырек. И летом у нас с вами будет еще кое-какая дополнительная секция. Благодаря вот этой москитной сеточке. Зимой, естественно, в плохую погоду мы и пользоваться не будем. Закрываем. Есть смотровая кошечка у нас тоже с москитной сеточкой. Все окей. Так, вот, собственно, сама внутренность колясочки. Сейчас я подниму спинку. К спинке мы вернемся чуть позже. Сразу хочу обратить внимание на то, что спинка у коляски очень высокая. Достаточно мягенькая. Вот, пятиточечные лимни с мягкими накладками есть везде. И на плечевой, и на паховой зоне. Бампер у нас как калиточка в сторону. Вот так отодвигается для удобной, нормальной посадки. С этим все хорошо. Здесь также выполнено все в эко-коже. Такой же, как на ручке. Реально классно перфорированная. Подножечко у нас регулируется вот таким образом. И... Где у нас ручка? Я забыл. Вот она. Смотрите, вот здесь вот отжимаем и регулируется. Здесь эко-кожа на конце. И ступенечка для ребеночка достаточно широкая. В общем, с посадкой здесь все хорошо. Давайте с вами посмотрим на ее заднюю часть. Она регулируется не тросиками. Вот никому не нравятся эти тросики. Но в 99% колясок это тросики. На самом деле их бояться не надо. Но для тех, кто вот прям не хочу, вот, пожалуйста, здесь вот такая простая система. Толкаем наверх, она поднимается. Оттягиваем, она опускается. Все окей. Также у нас есть вот такая вот возможность проветривать. На замочке все плотненько закрывается. Кармашек вот здесь сверху есть. В общем, все хорошо. Давайте уже раз внизу нахожусь, посмотрим с вами на багажничек и на тормоз. Багажнику доступ очень нормальный. Багажники внутри вшиты пластиковые, такие пластиночки, чтобы он меньше провисал. В общем, багажник абсолютно адекватный для такого рода коляски. Нормально можно нагрузить колеса, как я говорил, здесь в этой версии XL побольше. Они резиновые, мягенькие и тихо, благодаря таким колесам, она и тихо, и дорого это ощущается. Вот, тормоз у нас нажимаем сверху, тормозим. Также сверху нажимаем и отпускаем тормоз. Амортизация, естественно, здесь есть. Сзади проверили, все окей. Давайте спереди смотреть. А спереди она еще намного мягче, чем сзади. Неплохо. Вот. Так, что касается... Давайте проверим спереди у нас... Я вот этого не помню, есть блокировка колес или нету. Не вижу. Да, передние колеса, друзья, не имеют блокировки. Видимо, используется система... Мало кто из производителей такого делает, самоблокирующиеся колеса. Вот. Но я так полагаю, что здесь именно так и сделано. Потому что отдельной регулировки здесь нет. Так, и давайте теперь посмотрим на то, как колясочка у нас складывается, друзья. Это очень важный момент, потому что она у нас в первую очередь для путешествия. Чтобы сложить, здесь есть кнопка снизу и сверху рычажок. Оттягиваем рычажок влево и одновременно нажимаем кнопку. И смотрите, как в рекламных роликах они там все это делают. Так вот, опа. Все, собственно, колясочка сложена. Никаких лишних телодвижений делать не нужно. Как по мне, топчик. Красота. Открывается все то же самое, но в обратном направлении. Обязательно должны быть щелчки. Когда вы раскладываете, щелк, щелк, щелк. Она встала. Все, проблем нет. Так, собственно, добавить мне больше нечего. Напоминаю, еще транспортировочная сумка идет в комплекте. Чтобы вы, например, в самолете могли ее убрать в чехол. И так утро опоздать, например. Или в багажнике хранить. В общем, найдете применение. Она транспортировочная, поэтому и называется. Вот. Как по мне, это вот уникальный род колясок. На самом деле, на рынке там на 2-3 коляски. Я буквально знаю, похожие на нее из колясок для путешествий. С такими внедорожными характеристиками. Это прямо такая дефицитная коляска. В нем с огнем ее не найдешь. Вот. И вот, пожалуйста, Leclerc еще дает вам выбор в премиум сегменте. Очень качественный бренд. Вот. А выбор, естественно, как всегда, за вами. Если вопросы есть, задавайте. Если обзор понравился, ставьте свой царский лайк. А я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!